Зарплата в конвертах – один из самых популярных способов оплаты труда и вместе с тем совершенно незаконна. Такая схема выплаты денежных средств выгодна в первую очередь нанимателю. Бухгалтерские операции не оформляются документально, сотрудник, как правило, не оформлен официально на той или иной должности, а, соответственно, обязательный налог за такого работника, собственно, как и страховые выплаты, платить не надо. При этом наниматель понимает, что, пользуясь такой схемой оплаты труда, сотрудник лишается многих прав и социальных гарантий, которые предусмотрены трудовым законодательством. Мало того, существует риск такую зарплату вообще не получить. По документам это отследить будет сложно, да и обязательства за организацией не числятся. Работник предприятия остается в, мягко говоря, неоднозначном положении. Если официально сведения о зарплате отсутствуют, о получении, например, кредита, можно забыть. В случае болезни выплата сотрудникам производится из расчета легальной зарплаты. Такая же схема работает и в оформлении декретного отпуска. К слову, под большим вопросом для работника, соглашающегося на зарплату в конверте и пенсионные выплаты. С 1 января 2021 года в Налоговый кодекс Республики Беларусь внесены дополнения, направленные на пресечение уклонения от уплаты подоходного налога с физических лиц путем выплаты доходов физическим лицам без отражения на счетах бухгалтерского учета и отчетности, так называемая зарплата в конвертах. Так, в случае установления налоговым органом факта выплаты такой зарплаты, подоходный налог будет взыскиваться исключительно за счет средств организации или индивидуального предпринимателя, без последующего удержания у работника, фактически получившего доход. В случае такого нарушения нанимателям может грозить как административная, так и уголовная ответственность. К слову, налоговая инспекция Ленинского района Гродно регулярно проводит проверки по выявлению подобных махинаций. Сообщить о фактах таких нарушений может и любой гражданин, позвонив по телефону 017-22-97-979. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова